Знаете что, прошлый лайтовый обзор на Man of War неплохо зашел, и я подумал, почему бы не попытаться сделать это более частой рубрикой. В конце концов, мне самому понравилось его делать, хотя подобные видосы моим кривым клешням даются с некоторыми сложностями. Так что время от времени я постараюсь делать подобное об играх, в которые сам играю. Обзорами это будет весьма поверхностными, но на то они и будут называться лайтовыми. Сегодня хочу лайтово рассказать вам об игре, в которой завис на последнюю недельку. Это игра Song of Conquest, которую все сравнивают с героями, но я не буду исключением. В индустрии есть много игр, которые пытаются подражать героям и играть на ностальгии людей. Некоторые похожи на героев сильнее и очень сильно копируют геймплей, некоторые пытаются вносить разнообразие и свой взгляд на жанр. Как по мне, сок скорее относится к первому утверждению. И в общем-то в этом нет ничего плохого, это скорее даже хорошо. В геройской серии после пятых героев не было ничего хорошего, и перспективы туманны. Так что старым добрым ПК-боярам, сидящим на игре ностальгии, жизненно необходимо получать время от времени подобные проекты. Изначально у меня не было желания играть в эту игру. Очень уж сильно отпугивала мешанина из пикселей, которую я видел на экране. Но решившись зайти, я не пожалел. Да и пиксель арт во время личной игры оказался не так страшен, как это может показаться по видеороликам. Хотя, признаюсь честно, я не фанат пиксель арта. Ну разве сложно сделать простенькую, но нормальную графику, не колоть глаза игроков пикселями? Впрочем, у подобной графики тоже есть свои фанаты, но это точно не я. В этом плане даже классические герои 3 даже без HD-мода выглядят моему глазу куда приятней. Зато у игры все в порядке с музыкой. Все треки отлично подходят для фоновой музыки. Ничего супер выделяющегося и запоминающегося, но она не режет ухо и замечательно подходит как к геймплею, так и к фэнтези миру этой игры. При этом треков совсем немного. Но во время игры ты даже не замечаешь, что сотый раз подряд слушаешь одну и ту же музыку. У всех фракции играют свои темы, в бою свои темы, в общем зачет. А шедевром не пахнет, но все приятно и со вкусом. Кстати, игра оправдывает слово сонг в названии, вставками с песнями бардов после каждой выполненной миссии в компании. Они коротенькие, но выполнены хорошо. Такая, так сказать, награда за выполненную миссию очень приятная. Субтитры создавал DimaTorzok Во всяком случае намного приятнее, чем получить полотно текста в конце миссии. Кстати, о кампаниях. В игре есть 4 кампании за каждую фракцию, состоящие из 4 миссий. Это немного, но сложность игры идет по нарастающей, и каждая кампания длиннее и сложнее предыдущей. Я пока прошел только 2 и целом остался доволен. Хотя мир игры меня особо не зацепил. О диалоге так и вообще бывают. Кринж на кринже, который повторяет сам себя. Буквально каждый диалог враждующих персонажей можно описать как «Уходите! Мы не хотим воевать! Нет, мы не уйдем, давайте воевать!» Только все это пропущено через графомана. А чего только стоят разговоры чуть ли не с каждым встречным нейтральным крипом скелетом. Персонажи с каким-то неадекватным упорством пытаются говорить с мертвецами, на что каждый раз, каждый раз получают ответ в стиле «Моя служить, моя даже после смерти служить». И эти каловые диалоги с упорством навозного жука нам пытаются втюхать по 10 раз в каждой миссии. Тем не менее, кампании в соке вышли нормальными. Какие-то события происходят, какие-то сюжетные персонажи появляются и исчезают, какую-то историю мира нам рассказывают. В общем-то, мне этого оказалось достаточно, чтобы радостно проходить кампанию и не скипать большую часть диалогов. Так что, несмотря на то, что я не исхожу тут восторгом, не подумайте, что сюжет выполнен отвратительно. Он неплох. Просто неплох. Самое то, чтобы получить удовольствие от игры тем, кто не полезет играть в PvP в сетевую. По геймплею большая часть игры будет вам понятна, если вы играли в героев. Глобальная карта с кучей интерактивных объектов выполнена красиво. Почти у всего есть свои небольшие анимации, но есть проблемка с тем, чтобы разобраться, какие объекты за что отвечают. Если с условными шахтами все ясно, то все остальные объекты создают путаницу. Например, на карте вы можете встретить камушки, выложенные столбиком. Просто каменный столбик. И деревянный то ли столбик, то ли тотем. И еще пару схожих объектов. Штуки три руин, башен. Несколько видов магических башен. И черт ногу сломит, что и зачем это нужно. Игра не дает почти никаких подсказок, а пиксель арт добивает все это мешанины из пикселей, из-за чего многие объекты уж совсем похожи друг на друга. И опять-таки, несмотря на мой хейт и придирки, могу сказать, что глобальная карта выглядит живо и насыщенно. А погода и смена времени суток, в зависимости от локации, очень хорошо помогают погрузиться в атмосферу игры. Замки в игре будут немного оригинальны. Во-первых, самодостаточен только первый базовый замок. Все остальные, раскиданные по карте, это лишь небольшие поселения, где нельзя строить стены и количество слотов под застройку довольно невелико. Во-вторых, отсутствует экран замка. Вся застройка происходит на слотах вокруг главного здания. И найм тоже происходит без переходов на экран города. Выбор, что строить и в каких количествах, лежит полностью на вас. Игра ограничивает вас лишь в количестве слотов застройки и их размерах, так как некоторые здания могут стоять только на слотах, соответствующих размеру. Ваши герои, они же магистры в игре, во всем копируют механики героев. Пошагово ходят по карте, собирают войска, надевают артефакты, имеют прокачку навыков, все как в героях в общем. И присутствуют в бою лишь в виде аватарки в углу экрана, которая метает магию. За то, что сделано по-своему, так это магия. Теперь у нас нет привычной маны, мы получаем так называемую сущность за каждый ход отряда. У разных юнитов разные сущности, соответственно и магия за разные очки сущности кастуются разные. Однако у всех героев фракции одинаковые ползаклинаний, который доступен сразу же и ничего изучать не нужно. При этом неважно какого размера отряд существ, сущность дается всегда одинаково за один отряд любого размера, что делает магов весьма продуктивными при разбивке на единички юнитов. С другой стороны, потеря любого отряда сразу лишает вас притока сущности. Сделано это довольно занятно, играется довольно свежо, но не всем может понравиться. Кстати, стоит упомянуть, что есть лимит количества юнитов в каждом стеке. Не получится набрать тысячу глажопых дешевых крестьян, да и незачем в общем-то. Правда, лимиты можно расширить, сделав исследование в специальном здании, которое мы можем построить. Заодно там же прокачав статы определенных существ, сделав их более эффективными. А вот что разочаровало в игре, так это малое количество существ. У каждой фракции есть 9 видов нанимаемых юнитов, плюс их прокаченные версии. И это все существа, которых вы увидите в игре. Нейтральных существ, не относящихся к какому-либо замку, не существует. Да и в целом, честно говоря, ни одно из представленных существ визуально меня не зацепило. К сожалению, не могу это описать, это чистая субъективщина. Вот смотрю я на скелетов и зомби из третьих героев и прямо радуюсь, а смотрю на юнитов из сока и никаких эмоций не испытываю. Разве что самые базовые жабки при смерти издают звук, от которого я расстраиваюсь. В остальном... Хм, нарисовано вроде неплохо. Детали присутствуют, звук хорошо подобран, у всех свои анимации. Но, не, ничего не цепляет. Теперь о мультиплеере. Я его не пробовал. Но не умею я играть в подобные игры на достаточном уровне, чтобы не стыдно было лезть в мультиплеер. Не умею. Так что, к сожалению, сказать ничего не могу, простите. На то это и лайтовый обзор, что я не вдаюсь в подробности и не изучаю игру досконально. Ах да, наверное, еще стоит упомянуть про редакторы и кастомные миссии и компании. Они присутствуют, и люди уже что-то делают. Как по мне, подобные вещи это залог долгосрочной жизни у игр, так что наличие подобного очень радует. И в целом это все, что я хотел рассказать в этом кратеньком обзоре. Стоит ли покупать игру? Без понятия, сами решайте. Так-то она не очень дорогая, а перспективы развития и обрастания контентом есть. Как за счет официального контента в будущем, так и за счет трудов фанатов в редакторе. Ну и если я помог вам узнать об игре, что пришлась вам по вкусу, ставьте палец в какую-нибудь сторону. Ну и просто так тоже ставьте палец в какую-нибудь сторону. Также буду рад любому комментарию. До того, как начал делать видосы, никогда не понимал, насколько это приятно получить фидбэк в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok